Национальное телевидение «Чуваши» и агентство системного интернет-маркетинга «Аплэп» представляют. Интернет-партнер проекта «Телеком-оператор Дом.ру». Всем привет! Это Вебинар ТВ, и мы продолжаем изучать основы диджитал с агентством системного интернет-маркетинга «Аплэп». Напомню, что все предыдущие программы можно посмотреть на сайте национальной телерадиокомпании «Чуваши» НТРК21.ру или на нашем канале в YouTube. За первые три занятия наши участники научились ставить смарт-цели, делать свод-анализ, начали разрабатывать УТП своих продуктов и услуг и описали целевые аудитории. Впереди самое главное – разработка диджитал-стратегии. Для подготовки собственной диджитал-стратегии нам нужно ответить на ряд вопросов. То есть собрать, опять же, требования, которые мы начинали собирать на прошлом занятии, по крайней мере, я рассказывал, как это делается. И нам нужно понять, какие предпосылки у нас есть. Если рассмотреть стратегические предпосылки, то есть два пункта. Первый – это рынок, когда мы исследуем рынок сам по себе, где у нас есть какие-то цели. Например, завоевание доли рынка, запуск новых продуктов или переключение потребителей с других продуктов. Здесь мы выполняем аналитику. Здесь просто один из примеров аналитики, который может производиться. Это там и 5 сил портера классические. Знаем? Кто знает 5 сил портера? Это гуглица. Там очень удобно оценить положение компании на рынке с точки зрения конкурентов, инвесторов и прочего. Какие-то тенденции на рынке, обязательно проводится конкурентный анализ, да, что хорошо, что вот в прошлый раз мы разбирали, вы конкурентный анализ проводите уже на этапе поиска лучших решений, когда мы говорим о сайте. То есть вы уже понимаете, кто конкурент. Дальше просто нужно залезть чуть дальше, не только на их сайт, но еще посмотреть там каналы коммуникации, рекламу. Как это делается, мы все расскажем. Ну и емкость рынка, понятное дело, нужно понимать, да, то есть чтобы понимать, какие бизнес-цели вы можете поставить. И второе, мы исследуем сам продукт. Здесь у нас могут быть опять же разные цели. Мы можем решить, что нам нужно улучшить продукт, да, мы можем сформировать какие-то дополнительные услуги, да, или управлять ассортиментом. По аналитике здесь обязательно, конечно же, проводится всесторонний анализ продукта, конкурентные преимущества, слабые стороны раскрываются. И здесь же, сюда же можно отнести в сфере диджитал, это анализ сайта, да, и каналов коммуникации как точки контакта с потребителем, где он уже взаимодействует с брендом, с продуктом. И есть еще потребитель, да, точно, чуть не забыл про исследование потребителя. Да, здесь у нас, конечно же, цели очень простые. Это привлечение, удержание, там, увеличение средних чеков, прочая история, да, и там, как еще одна из частей, это увеличение лояльности, да, потребителей. Поэтому, в частности, в последнее время маркетинг превратился в маркетинг событий, да, то есть если у компании нет событий, она умирает. Ну, фактически у всех так, то есть, например, взять H&M, у них, когда выходит какая-то новая коллекция, они привозят какую-нибудь звезду, там, не знаю, Стеллу Маккартни, которая висит на всех постерах, да, и люди приходят, там, из этого вечеринку делают, шоу, это расходится по соцсетям, ну, то есть есть шум, да, есть события. Или Red Bull, у них вообще весь маркетинг на событиях построен. И здесь же мы рассматриваем еще, как люди ведут себя на сайте, ну, на сайте и в каналах коммуникаций, то есть как они в наших группах в Фейсбуке, там, что смотрят, что не смотрят, что лайкают, что репостят, ну, то есть что их цепляет, да, то есть это нужно понять. Также на сайте мы смотрим, конечно же, вот то самое ведро, да, которое называется воронка продаж, то есть где люди у нас теряются, какие они тексты дочитывают до конца, какие не дочитывают, сколько в среднем страниц смотрят и прочее. Здесь у нас есть множество систем, веб-систем, там, Google Analytics и Яндекс.Метрики. Яндекс.Метрика – бесплатный сервис, предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения пользователей. Чтобы отследить на сайте, что человек смотрит именно, какие новости, вот это все, это с помощью какой? Google Analytics, Яндекс.Метрика – самые простые. Вот через них это все можно отследить, да? Да, то есть там можно посмотреть прям тепловую карту, ну, то есть на что люди смотрят, да, куда они не дочитывают, это все показывается. Карта кликов, да, куда люди кликают, это все есть. Если вы занимаетесь интернет-маркетингом, имеете какое-то отношение к интернет-маркетингу, то умение пользоваться инструментами веб-аналитики или интернет-аналитики является обязательным пунктом. То есть вы должны освоить Яндекс.Метрику и Google Analytics на уровне продвинутого пользователя. Google Analytics – бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания детальной статистики посетителей веб-сайтов. Дальше мы задаем как раз те самые вопросы, которые помогут нам сформировать стратегию, да, то есть здесь мы разобрали инструменты, дальше мы задаем вопросы. Первый – это, собственно, зачем, да, то есть здесь мы выявляем потребности целевой аудитории и направление их удовлетворения. То есть у нас есть матрица потребностей решений, вот, по сути, это как раз первый такой шаг, чтобы понять, какие у аудитории есть потребности. Причем здесь тоже важно отделить те, которые уже вам известны, и те, которые предполагаемые, да, то есть которые вы хотите протестировать. Потому что всегда есть какие-то группы, которые, возможно, пока не знают о вашем продукте, или просто вы не дали им какое-то предложение, ориентированное на них, да. Это всегда можно сделать. Дальше – это вопрос, кто, это, собственно, какие у нас сегменты, да, целевой аудитории есть. Прям максимально детально. Мы вот проходили там соцдем, да, психографические, психодемографические факторы. Здесь важно разложить аудиторию, прям максимально понять, кто это. Здесь поможет два момента. Первый – это портрет идеального клиента, как вот мы в прошлый раз разбирали Машу, 20 лет, 25. Вот. А второе – это данные по реальной бизнес-аналитике, которая у вас накопилась. То есть где есть, например, паспортные данные, где вы видите, откуда люди, там, сколько им лет, вот, и прочее. Да, там, МЖ, то есть это уже такая статистика. Нужно вооружаться теми и другими, да. Третье – это что, да, то есть что мы хотим донести до людей. Это называется коммуникационной стратегией, да, или, ну, то есть одна из частей коммуникационной стратегии. Здесь мы должны определить месседжи, которые мы несем. Вот мы в прошлый раз тренировались, разрабатывая УТП. УТП – это можно отнести к месседжу, но месседжи все-таки должны быть, ну, то есть несколько месседжей должно быть прям глобальными. Именно прям как слоганы, да, их можно назвать еще, то есть что несем, да, там. Вот у нас, например, слоган «И видите, выглядит на отлично». Это же может быть вот УТП, правильно? Ну, если это основной месседж, если это рассматривать как основной месседж, то представить можно как. Вы его во все каналы готовы перенести в любой креатив, то есть там… У нас он везде используется, да, везде. Ну, тогда вот это ваш основной месседж. Насколько он удачный, я не готов оценивать, потому что я не креативщик. И, ну, здесь как раз что мы хотим сказать, да, то есть наша целевая аудитория. Потом мы отвечаем на вопрос «Как?», то есть как мы эти сообщения доносим? Это креативная стратегия, то есть какой формат? Это может быть как стиль донесения сообщений, то есть там дерзкий или, не знаю, там мягкий, да, там, ну, то есть явно, например, у Red Bull и у Феррера Роше разные, да, посылы, разный стиль общения с аудиторией, вот. И как мы можем эти сообщения донести, сюда же входит, да, то есть как, имеется в виду, в каких форматах, то есть, например, есть ли у нас наружка, есть ли у нас интернет, есть ли интернет, то какой, да. То есть там баннеры, контекстная реклама. Но сообщение должно быть едино. И последний вопрос – это «Где?» Это уже медийная стратегия, то есть где люди увидят эти сообщения. В каких источниках, на каких сайтах, у какого подъезда, по какому телеканалу, по какому радио. Собственно, здесь у нас уже каналы и инструменты продвижения определяются на этом этапе. Мы часто говорим о каналах продвижения, что это такое и как их выбрать. К ним относятся все виды средств массовой информации. Радио, телевидение, пресса, наружная реклама или наружка, как ее ласково называют рекламщики. Сюда же можно отнести интернет, всевозможные виды рассылок, раздачу листовок или флайеров, рекламу в лифте и около подъездов и так далее. Выбирать их нужно в зависимости от своих потребностей. Хотите привлечь людей, которые приходят, например, в торговый центр? Раздайте листовки около входа. Дешево и сердито. Хотите рассказать о себе всему городу? Придется задействовать варианты помасштабней. Радио, телевидение или наружная реклама. Хотите, чтобы о вашем товаре узнали не только в вашем городе, но и за его пределами? Идите в интернет. На локальном уровне он тоже может помочь. Все зависит от качества людей, которые вам интересны. Я вижу так, что иногда различается тот человек, который хочет потреблять услугу, да, и тот человек, который принимает решение и за это платит. Вот я в данном случае, я просто не услышала, различается ли... А это разница между покупателем и потребителем? И, ну, то есть, что для вас... То есть, кто принимает решение непосредственно о покупке и кто платит, это тоже могут быть разные люди. То есть, ребенок выбрал Лего, отправил, да, родителям там ВКонтакте ссылку, они купили. То есть, здесь важно понимать, кто именно ищет. Вы можете просто у своих клиентов спрашивать, ну, типа, кто нашел, кто посоветовал. Здесь вот... Даже покупатели Харлеев, наверное. Ну, здесь веб-аналитика вообще бессильна в этом плане, потому что веб-аналитика начинает разрушаться в тот момент, когда жена, например, выбрала окна на сайте, отправила... Ну, то есть, она, получается, все выбрала, все подобрала, но заказ не сформировала, а просто отправила ссылку и ушла с сайта. Для нас это получается, что как бы клиент потерян, ну, мы считаем, веб-аналитика видит это как потерянный клиент. А муж открыл с другой стороны ссылочку и купил, да, и купил. И это уже зачтется, как вроде прямой клиент, зашел по прямой ссылке. Дальше у нас идет тактика продвижения. Это уже конкретные задачи, которые нам нужно решить в рамках составления директа стратегии, да, формирования. Первое – это определение и анализ целевой аудитории, их потребности решения. Здесь мы... Ну, вот тут самый вопрос «Кто?», да, то есть, порядок уже немного другой, обратите внимание. То есть, мы ориентируемся на этот слайд, когда определяем порядок действий. Здесь мы должны понять «Кто?». Потом мы ставим цели продвижения. Зачем? Да, то есть, зачем мы проводим всю эту рекламную кампанию, зачем нам нужна эта стратегия? Естественно, мы их ставим по смарту, да. Их не должно быть много, не более четырех, а лучше две-три. Дальше определяем основные показатели KPI, которые мы хотим выяснить, которых мы хотим достичь. Далее мы формулируем сообщения рекламной кампании и разрабатываем креатив. Да, это как раз что мы говорим и как мы это делаем. Я потом покажу пример, вы поймете, что это все на самом деле очень просто. Ничего здесь космического нет. Далее мы выбираем инструменты и каналы продвижения. Это где, да, наша медийная стратегия. И фиксируем, как они интегрируются с прошлым пунктом. То есть, как они интегрируются с нашим сайтом, креативом и прочей историей. Потому что компании бывают как какие-то регулярные, так и, например, пиковые, да, отдельные проекты, спецпроекты и прочая история. И формируется план онлайн-продвижения, где мы должны понять, выполняется ли у нас кипяй хотя бы в плане, да, на бумаге. И не забываем про анализ рынка и поиск собственного уникального торгового предложения здесь же. Чтобы правильно выбрать, где продвигать себя, нужно поставить правильные цели. Они должны быть конкретны, измеримы, достижимы, значимы и ограничены во времени. Если вы правильно определите потребность рынка и создадите идею, то ваша цель станет миссией компании, которая будет понятна каждому работнику. Дальше мы ставим маркетинговые цели, да, отвечаем на вопрос как раз зачем. Здесь есть, это один из способов, как это поставить. Это обратиться к миссии, да. То есть, миссии у компании не всегда сформулированы, но можно ее сформулировать искусственно, да, попробовать через как раз продукт, да, который вы предоставляете через аудиторию. Маркетинговые цели, они всегда должны быть выражены в количественных и качественных показателях. То есть, не просто быть богаче, да. Цели, которые мы выставляем, они должны учитывать, естественно, объективные показатели, там, объем рынка и прочие истории, да, ожидания, особенности, уникальности продукта. После постановки целей и формирования миссии нужно придумать правильное сообщение. Попробуйте вспомнить несколько рекламных сообщений, которые вам запомнились. Я уверена, что вы вспомнили «Яндекс. Найдется все» или «Тойота. Управляй мечтой». Хорошие сообщения всегда запоминаются и создают правильный образ. Сообщение может корректироваться, да, в зависимости от целей и стратегии какой-то рыночной конъюнктуры. То есть, у нас есть одно какое-то большое сообщение, вот как у вас, да, какой-то слоган. Вы можете его, естественно, видоизменять под, там, специальные проекты, рекламные кампании, под разную группу целевой аудитории. Так, из основных правил, собственно, все. Ну, и понятно, что оно не должно быть очень длинным, да, это, наверное, и так понятно, чтобы человек успел запомнить. То есть, например, Твиттер, да, у него сколько, 140 символов? Хотя бы, чтобы в 140 умещалось, да. Вот примеры сформулированных сообщений. Кому что нравится. Например, Сиат, лучшее сочетание испанского темперамента и немецкой собранности. Собранности, да. Ну, то есть, есть причина поверить. Вот, да, Феррера, который мы разбирали, да, совершенный подарок на любой праздник. Нинтендо, да, удивительный мир, который всегда под рукой. Правда ведь? Правда. К примеру. Помните эту рекламную кампанию у Хайнса? Я вот не знаю, сейчас у них, по-моему, уже другая, да, идет? А вот это у них была прям очень активная рекламная кампания. Это стала бы ты у Хайнса. Да, да, да. Здесь цель кампании была донести натуральность. И сообщение было придумано следующее. Не произведен, а выращен. Да? И креатив, собственно, как это отображено, дерево, на котором растет бутылка. Да? Или бутылка, на котором растет дерево. И то, и другое. Или вот. То есть, где вот, ну, важно показать именно этот цельный продукт. По итогам сегодняшней лекции все участники получили домашнее задание. Написать диджитал-стратегию своей кампании на одном листе. Но делать это они будут не одни. С этой недели у наших участников появились менторы или наставники. Все они сотрудники агентства Аплэб. Настоящие профессионалы в сфере диджитал. Они помогут разобраться в тонкостях работы сайтов и ответят на все вопросы, которые будут возникать по мере написания диджитал-стратегий. Наши спа-цели, да, до конца года. Повысить эффективность работы по сопровождению сайта путем внедрения ухенцовоописанного процесса и закупленных функционалов местных сотрудников. Потом, значит, иметь для работы оформленную четкоописанную диджитал-стратегию. В 2016-й год. И как бы две, ну, таких, мультивных, что называется, повысить спущаемый сайта на 30%, я понимаю. И обеспечить количество заявок на квартирку с интернетом. Первую цель мы немного перефразируем, чтобы она была более смартовая. Там не хватает конкретных цифр, которые мы будем отслеживать по итогу. То есть она больше про какие-то KPI, именно удобство пользования и так далее. И второй, третий, понятно все, с четвертой. Получается, лучше тоже вообще сформировать процесс отслеживания заявок как раз там за счет внедрения какой-нибудь CRM-системы. Наверное, может, даже следующим этапом сформировать уже вот то, что в цель поставлено. Потому что сейчас как бы не было ничего до этого. Как-нибудь сразу все, да. Значит, по поводу развития. Это возможно присоединение каких-то других организаций. Или мы присоединимся к какой-то организации. То есть мы не исключаем это время. Дальше, следующий момент. Это возможно другие виды деятельности, которые мы будем выполнять. То есть вполне возможно, что мы будем, например, заниматься образовательной деятельностью, и у нас будет, как это называется, дистанционное обучение, о котором мы говорили. Да, там должны быть такие личные, ну, как бы личные странички каждого сотрудника. Но на самом деле, что это такое? Это фотография и просто такой послужной список. Потому что если у меня еще каждый сотрудник будет вести страницу. Ну, я понял. То есть просто как анкета, наверное. Да. Значит, вот, ну, как бы ресурс дальше. У нас есть сайт. У нас есть интернет-магазин без разной странички. Вот. Мы бы хотели, во-первых, чтобы сайт наш был оптимизирован, то есть настроен так, чтобы в интернете он в поисковой вот этой оптимизации участвовал. То есть от сайта нам нужна поисковая оптимизация. Соответственно, мы хотим, чтобы вы своим профессиональным взглядом помогли нам это сделать. То есть зашли на наш сайт, провели его аутвит и сказали, как, на ваш взгляд, какие у нас слабые места, чтобы вы на нашем месте сделали вы. Оптимизация делится на внутреннюю и внешнюю. А оптимизация внешняя, да, это мы сейчас с вами на нее полностью можем повлиять. Каким образом? Это прежде всего с помощью контента. Это использование, привлечение дополнительного информационного трафика с помощью блога. То есть это написание статей интересных, да, для пользователей, которые в выдаче будут, допустим, запрашивать информацию и переходить на наш сайт. Это какие-то консультации, интересные фишки, ваши именно компании, которые могут привлечь пользователей. То есть сейчас наша с вами задача первая – это подобрать ключевые запросы, которые мы можем найти нашу целевую аудиторию и которые может прийти на наш сайт. И второе – это с помощью специальных сервисов проверить уникальность текстов, насколько они уникальны, развить блок, да, раздел «Блог» у нас с вами на сайте присутствует. И если смотреть, допустим, внутреннюю оптимизацию, здесь мы сможем проанализировать с вами путь покупки. Пользователь, который пришел с вами к нам на сайт и совершил уже какое-то, ну, какое-то действие. Участники нашего проекта – люди из разных сфер бизнеса. Сегодняшняя героиня знает о рекламе все, ну или практически все. Знакомьтесь, Анна Забелони. Каким должен быть правильный настоящий продажник, особенно вот в сегодняшнее время, да, когда конкуренция достаточно высока, бюджеты вроде бы падают, вот какие характеристики, какие качества, на твой взгляд, вот есть у тебя и которые можно было бы перенять? В чем успех? Во-первых, грамотный менеджер, он всегда знает, какая ситуация на рынке, что более востребовано, а, соответственно, он даст клиенту более подходящее предложение, то есть клиент уже не потратит денег на лишнее, как бы, не работающую рекламу, а именно даст на то, что принесет ему эффект. Хорошо, смотри, если мы возьмем тенденции того, что сейчас происходит, да, то есть одно время была очень популярная только телереклама, и большинство народу шло вот прямо, было интересно. Радио завоевало там свои позиции, достаточно неплохо стоит. Есть наружная реклама, есть интернет, который сейчас занимает все больше, да, есть пресса, и интернет, который занимает все больше и больше объем, да, и рынка, и я даже не знаю, как их называть, слушателей, пользователей, да, зрителей, которые это все смотрят. Что сейчас, по твоему мнению, да, куда нужно идти рекламодателю, как выбирать вот эти вот средства, где размещаются каналы продвижения? Даже если посмотреть по продажам, да, и востребованности рекламы, например, в интернете, либо на телевидении, либо на радио, все равно в любом случае есть своя тенденция. Есть сайт, на котором я разместила прайсы в основном всех средств массовой информации, максимально стараюсь выложить информацию по существующим средствам массовой информации, и по тому, что более пользуется спросом, могу сказать, что это радио, это телевидение за счет каких-то там, в основном, ну, наши рекламодатели могут позволить себе, наверное, только объявления, либо какие-то спецпроекты, вот, продвижение в интернете. Самое оперативное, так скажем, средство массовой информации на сегодняшний день, на мой взгляд, радио и интернет. Телевидение, как бы, я поставлю, наверное, на третий план, оно тоже дает более оперативную информацию, но оно более трудоемкое в плане того, чтобы изготовить ролик, разместить, согласовать с юристами материалы. Твои ближайшие цели и задачи, которые, ну, во-первых, ты себе наверняка поставила в рамках нашего проекта, да, во-вторых, как ты хочешь развиваться, к чему ты хочешь идти и чего ты ожидаешь, каких результатов, наверное, от проекта, в котором ты сейчас участвуешь. Человек не должен стоять на месте, ни один человек, поэтому, как менеджер по рекламе, я тоже стараюсь максимально развиваться, я стараюсь ходить на курсы по продажам, узнавать что-то новое, как бы, наблюдать за тенденцией на рекламном рынке. И так как в последнее время, как бы, потребность клиента стала меняться, приходится меняться и мне. То есть изучать новые данные, новую информацию. Нужно максимально стать близким другом-консультантом к своему клиенту, чтобы подсказать, где, над чем стоит поработать. И опять-таки направить его в правильное русло. Для того, чтобы все затраченные им деньги принесли ему максимальную прибыль. Хотелось бы обратить внимание на безопасность в интернете. С одной стороны, он дает много возможностей, а с другой таит в себе угрозы, о которых вы порой даже не догадываетесь. Вот несколько советов, как обезопасить себя. Современный интернет – это некая темная улица, где вы можете столкнуться не только со случайными прохожими, но и с настоящими преступниками, которые без особого труда будут следить за вами на протяжении длительного времени, собирая личную информацию для последующей кражи или обмана. Не выкладывайте в интернет то, что может прямо или косвенно раскрыть важную информацию о вас. Например, домашний адрес, номер телефона или фотографии кредиток. Даже фотографии посадочных талонов на рейс самолета, которые так любят делать пользователи в путешествиях, могут сослужить плохую службу. Фотографии и комментарии говорят о вас многое. Если вы просто дурачитесь, спросите себя, хотите ли вы, чтобы люди знали вас такими не только сейчас, но и через несколько лет. Например, когда придет время менять работу на более престижную и проходить собеседование, скажем, в международную корпорацию или на госслужбу. Главное правило сохранности ваших данных, учетных записей и почтовой пересылки – это надежный пароль. Много раз хакеры взламывали страницы в социальных сетях или почтовые адреса из-за того, что пользователь ставил простой пароль. Вы ведь не хотите, чтобы вашу личную переписку узнал кто-то чужой. Используйте генератор паролей и храните их в надежном месте. На сегодня все. Попробуйте и вы вместе с участниками разработать и внедрить свои диджитал-стратегии. Возможно, это станет первым шагом к созданию собственного бизнеса в интернете. Чего вам и желаю. Смотрите нас каждую среду в 20.30 на Национальном телевидении Чуваши. Пока! Интернет-партнер проекта – телеком-оператор Дом.ру